Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». И это время мы проведем в компании Анны Бобровской. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, доброе утро. С Аней мы встретились накануне презентации ее новой книги стихов, которая состоялась 24 января. Как писали в блогах и социальных сетях, эти строки близки тем, кто в мороз катался с горки, жевал гудрон, разрезал дождевого червя и закапывал секретики. Каждое воспоминание действительно родом из счастливого детства. Я не говорю, что это сборник впечатлений, ощущений, переживаний, каких-то воспоминаний детских, причем близких всем. То есть не только они мои, но они еще имеют отношение к людям совершенно любых возрастов. То есть вот если, к примеру, говорить о стихотворении, с которого начинается эта книжка, это стихотворение про палку. Я думаю, что эта палка была и у вашего прадедушки, и у вас была эта палка. И вот, например, моя дочь сейчас весь дом этими палками завалила. И спорить я с ней не могу, потому что она у меня тоже была. Та палка, с которой я везде ходила, со всеми воевала, или ей копала, или, в общем, она у меня была волшебной, или палочкой-выручалочкой. Вот поэтому, когда об этом, ну, как бы в этом стихотворении о ней говорится, и люди его слышат, они говорят, да, палка у меня была. Как реагируют ваши читатели? Они, в принципе, у вас есть вот свои, только ваши? Потому что, к сожалению, этот жанр немножечко вытесняет телевидение, интернет. Мы бы рады почитать хороших стихов, но не зная, что они в книжке хорошие, мы ее не открываем, соответственно. Да, сейчас на данный момент это сложно. Достучаться и найти слушателя своего, потому что рассказать человеку о том, что ты есть, это сейчас непросто, потому что век такой информативный, информации много, и люди, как правило, ну, там, они ленятся читать больше двух-трех строчек и какой-нибудь яркой фотографии, вот это привлекает их внимание. То есть это, как правило, социальные сети какие-то. Да, у меня есть свои читатели, но они вот как раз появились в интернете. Я вот хотела спросить, на страничку, наверное, выкладываете? Да, в основном страницы. То есть у меня сначала появилась одна страница, на которой представлено более такое взрослое и глубокое творчество. Вот, а потом появился этот проект, потому что я подумала, что, ну, сейчас очень много и страданий, и болей, и каких-то катастроф. Ну, в общем, все, о чем мы сейчас говорим, это о себе в основном. И поэты, и писатели, и музыканты, потому что время такое, ну, для я. Да. И мне захотелось раскрыть немножко другой аспект. Вот тот момент, где люди могут, наверное, вернуться туда, где они переживали какие-то приятные ощущения и воспоминания, где они были защищены, где у них все было хорошо. Мы же сейчас умиляемся над картинками, где я на горке, я, не знаю, с котлеты сегодняшний Макдак. То есть это здорово. Да, то есть есть о чем вспомнить. То есть сейчас даже повод это вспомнить не всегда, как бы, удается его найти. А мы дома, мы дома в школе за компьютером, больше нет ничего в жизни. Сменился вот этот вот как раз оборот, наверное, событий каких-то, которые дают возможность вообще вернуться туда и вспомнить, что ты там зимой носился, вот, как сумасшедший там до одури, до красных щек и мокрой попы и коленок. И счастье. И это было счастьем, да. Сейчас это немножко другие вещи, они и пропагандируются другими вещами, но на самом деле хорошо вспомнить, что для счастья не так-то много нужно было и вовсе совсем даже не материальных каких-то вещей. Вот. Ваш ребенок, он сейчас в какой атмосфере растет? То есть вот все-таки в той или все-таки он современный? Говорит, мама, ну какая горка? Ну о чем ты? Нет, она умный человек улицы. Я просто, к сожалению, не могу ей дать такое количество улиц, какое она хочет. Тогда в 5-6 лет можно было ребенка во двор сунуть к друзьям. Да, сейчас не то. Все носились и все друг друга видели в окошко. Вот это постоянно мам, мам, мам на какой угодно этаж. И бабушки там сидели у подъездов, которые караулили всеобщих вот этих вот детей. Сейчас этих бабушек нет, караулить некому. Дети сидят вот так. Откуда такая серьезность? Вы достаточно молоды. Я вот сейчас себя уже так две старушки собрались в студии обсуждают, как было раньше 40 лет назад. Откуда вот это пришло? Осознание того, что было-то, в общем-то, неплохо. И есть вещи, которые забывать нельзя в любом возрасте. Ведь детство, оно где? Оно в голове. Оно в голове, да. Да. Ну я потому, что я в голове-то еще и ребенок, но жизнь-то она диктует свои какие-то правила. То есть приходится расти, приходится быть серьезным. Но на самом деле ты жив вот этими воспоминаниями. Я вообще называю себя человеком прошлого. Потому что я иду, конечно же, вперед, но я очень много оглядываюсь назад. Потому что столько всего пережитого. Багаж бросать нельзя. Нельзя. Я не могу. Плохое оставлять нужно, а хорошее нужно брать с собой. Ну вы вот даже по внешнему виду представитель современной молодежи. То есть наверняка у вас такой контраст с теми, кто вас не знает. Как так? Она все знает, она все умеет, книжки пишет. Получаете какое? Третье образование? Да. Расскажите, какие были и что сейчас? Ну первое образование – это психология. Вот с папой мы долго там спорили. Потому что когда я готовилась к поступлению, я все выбирала. Быть ли психологом или быть режиссером. Но мы как-то так посовещавшись решили, что идти в режиссеры, не зная, собственно говоря, жизни, людей, вообще без какого-либо понимания, но это глупо. О чем ты можешь рассказывать, когда ты сам еще ничем не наполнен. Поэтому начали мы с психологии. Вот я хотела развиваться по этому профилю, но, к сожалению, не вышла. Вот тогда у меня появилась работа на такой руководящей должности, поэтому я пошла уже на менеджмент, на управление человеческими ресурсами. Вот закончила эту специальность. Но от себя ты не убежишь. Естественно. Человек творческий, он всегда хочет иметь какое-то выражение все равно. Самовыражение. Поэтому уже все дошло до того, что... Все-таки режиссер. Все-таки режиссер. Но есть в кого, раз уж мы упомянули о папе, я думаю, что ваша фамилия известна многим телезрителям, и тем не менее напомните, кто ваш папа, чем он занимается именно сейчас. Папа мой на данный момент является главным режиссером Липецкого академического театра. Вот я им очень горжусь, потому что человек, который довольно-таки поздно пошел в профессию, то есть учиться где-то в 33 примерно года, вот, начинал он с нашего Института культуры Рязанского, и потом уже уехал в Москву и учился у Хейфицы, то есть один из самых таких великих мастеров нашего времени. И развивался, развивался, развивался. То, чего он достиг, он достиг сам. Сейчас его спектакли находятся в Золотом фонде России. А не висит вот это папино такое самоутверждение, самовыражение над вами. Все-таки фамилия у вас пока одна, вас наверняка сравнивают. Он наверняка все равно свысока поглядывает на ваше творчество, что-то комментирует, где-то поправки свои вносит. Как вы это воспринимаете? Вот как раз он скорее со мной рядышком на него смотрит и не вмешивается в этот процесс. Вот, не правит, нет, потому что он как раз говорит, что ему хотелось бы писать, но у него это не так получается, как это получается у меня. То есть мы тут немножко разделились. Его фамилия, ну, она скорее висит не надо мной, а над теми, кто со мной сталкивается. Вот, потому что, ну, это привычная идея. С другой стороны, от вас чего-то ждут? Да. То есть он ей подскажет, он ее научит. Она, значит, не просто так, она, значит, может. А все равно вы же учитесь. То есть вам-то надо получить, а не отдать. Да, это как раз мнение людей со стороны. То есть их представление и предположение о том, как это могло бы быть или как это должно быть в их понимании. Вот. И поэтому, когда мне делают какие-то замечания иногда о том, что, ну, ты же дочь такого человека. Ну, я дочь. Дочь, но не ученица? Я дочь, да, всего лишь дочь. И у каждого там свой путь, у каждого своя история. И то, что... Свои грабли. Свои грабли, да. И то, что мой папа прожил свою жизнь и теперь вышел с таким результатом, это его достижение. Вот. И оно не имеет отношения ко мне. Если кому-то хочется с положительной стороны это привязывать, то, конечно же, я дочь своих родителей. И что-то они мне вложили и дали, безусловно. То есть благодаря им я являюсь таким человеком. Но все уже... Все мое дальнейшее развитие, оно зависит только от меня, конечно же. Не могу без цитаты вас отпустить, но хотя бы что-нибудь. Почему-то мне кажется, что это дополнит сегодняшнюю беседу. Будьте добры. Хорошо. Давайте тогда стихотворение вот как раз из этой книжки, о которой мы сейчас говорим. Оно одно из таких любимых, наверное, публикой, когда я его читаю. Вы помните эту ужасную бабку? Те, кто встречал, не могут забыть. И каким милым ты бы не был, ты вот не смог бы ее полюбить. Только ты сядешь в автобус, в троллейбус, выберешь место себе по душе, как тут же, как будто бы из ниоткуда движется бабка навстречу тебе. Милок, уступи. Дочка, дай бабку сядет. Ноги не ходят, хоть сесть, посидеть. Место, конечно, ты бабке уступишь. Но злой над вопросом все будешь карпеть. Кругом полно мест других пассажиров. К тебе ей тащиться в два раза длинней. Но черт подери эту гадкую бабку, что кроме тебя ей не видно людей. По-моему, замечательно. Действительно было у всех. Я улыбалась, я думаю, наши телезрители тоже. Аня, спасибо большое за хорошие эмоции. Хорошо начался день с вашим приходом. Спасибо. Я желаю вам творческих успехов. Я надеюсь, что режиссерское образование вам даст свое. Вы потом отдадите это уже зрителям, а не слушателям. Буду стараться. Вам удачи. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok